Прилетев на Пхукет, нас привезли на такси из аэропорта за 2000 бат с человека на Корон-Бич в отель. Поселились северная часть Корон-Бич. Сам пляж широкий, известен скрипучим песком из-за большого содержания кварца. Мы отдыхали в декабре, поэтому океан встретил нас большой волной. Детей на пляже практически не было, но отдыхающих было много, которые плескались в океане, прыгая на волнах. Иногда океан был спокоен. Зона отдыха Корон-Бич – это множество отелей, но не у берега, как, например, в Египте. У океана только частные отели, но их мало. Как правило, отели расположены за автодорогой. Потом следуют набережные, по которой бегает различная живность. Зона отдыха Корон-Бич. Зона отдыха Корон-Бич. Далее начинается широкий пляж Корона-Бич. На пляже предлагают катание с парашютом и двумя сопровоздающими и многое другое. Нет такого человека, которому не понравились бы тайские фрукты. Пройдясь по Корон-Бич, можно купить арбузы, дуриан, драконий фрукт, лонган, манго, папайя и многое другое. Для любителей экзотики – жареные кузнечики, тараканы, сверчки, гусеницы. Мы выбрали знакомые продукты – манго, кальмары и креветки. Прогуляться пешком по Корон-Бич довольно затруднительно из-за жары и высокой влаги. Кто-то арендует мотоцикл и путешествует по острову. Кто решился, как мы, пешком, то ожидайте приставучих торговцев, массажисток и зазывал купить хоть что-нибудь. На некоторые можно и согласиться. Пилинг ног рыбками. Туристы рады местным прибыль. Интересные и вкусные свежевыжатые соки из фруктов. Днем на Корон-Бич тихо. Кто на экскурсиях, кто по магазинам, кто купается в океане. Все начинается вечером, когда спадает жара. Закат на Таиланде наступает быстро из-за близости к экватору. 20 минут и все – ночь. Открываются ресторанчики, где можно выбрать свежие морепродукты, которые пожарят при вас. Передвижные блины. Блины тоже готовят при вас. Все свежее. ANTМАТМАТМАТМАТМАТМИ В декабре это частые непредложительные дожди, которые не мешали нам посещать интересные экскурсии. Первое, куда мы отправились на острове на экскурсию, это двойная экскурсия. Катание на слонах и посещение храма Будды. Катание на слонах популярно среди туристов. Экзотическая экскурсия длится около часа. После прогулки можно за 100 бат покормить маленького слоника. Большой Будда расположен на самом высоком 400 метров месте Пхукета и виден с большей части острова. Большой Будда это самая большая сидящая статуя высотой 45 метров и шириной 25 метров. Строительство храма начато в 2008 году. Строится исключительно на пожертвования. Золотая фигура высотой 12 метров посвящена Ее Величеству королеве Сирикит. Большой Будда – самое посещаемое место туристами. Создалось впечатление, что построен храм, чтобы поразить воображение гостей. На острове Пхукет, недалеко от Корон-Бич, расположена ферма бабочек. Это интересное, необычное место, где летают, пьют нектар, отпадывая яйца сотни красавиц. Бабочки живут в естественных условиях, среди тропических растений. Красотки, не стесняясь, садятся на вас. На территории можно покормить рыбок, посетить музей, кафе и магазин шелка. Сад бабочек основан в 1990 году. На острове предлагают бесплатную экскурсию с целью, что вы купите что-нибудь. Везут на ювелирную фабрику. Здесь продают не только драгоценные металлы, но и различные камни, которые добывают в Таиланде. Далее нас везут на латексную фабрику. Натуральный латекс – это белое золото Таиланда. Антибактериальный латекс ценится при изготовлении изделий в пьеруге, для детей, обуви. Изготавливают из натурального латекса подушки и матрасы. Эти изделия очень ценные и удобные. Если вы не встали с собой денежки, это не проблема, вы можете рассчитаться в отеле. По всему острову растут эти деревья, из которых добывают латекс. Еще одно замечательное место на Пхукете – это змеиная ферма. Здесь показывают не только представления со змеями, но и продают различные якобы целебные мази. Изделия из змеиной кожи. Представления участвуют для большого эффекта ядовитые змеи. В конце представления есть возможность фотографироваться со змеей. Субтитры создавал DimaTorzok Показывают шоу с крокодилами. Он принесен в мировую книгу рекордов Гиннеса, как самый рискованный, как самый непредсказуемый. Все просто. Захар, убери свой палец. Ты не курт мне в кадры. Кошмар, кисть, ты не прощай. Поздравляйте, поздравляйте, поздравляйте. Итак, мои господа, предлагаю еще раз насладиться вашими аплодисментами. Давайте, 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 давайте! Давайте! Браво, браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Дамы, господа, кто желает? Также нам понравился на Пхукете храм Ват Чалонг. Это один из 30 буддийских храмов острова. В храме женщинам разрешено находиться с покрытыми плечами. Фотографироваться спиной к Будда категорически запрещено. Для наших туристов правил не существует. Все экскурсии нам понравились. К вечеру мы возвращаемся в отель. Продолжение следует...